Около трех миллионов квадратных километров на одной электронной карте. Специалисты Министерства по инвестициям и развитию разрабатывают геоинформационный макет площади Казахстана. Географическая информационная система это компьютерная разработка, которая поможет собрать различные виды данных на одном электронном носителе. Подробнее о том, что такое ГИС и для чего он нужен, расскажет моя коллега Азиза Макулбаева. К очевидным преимуществам нового проекта можно отнести экономию времени и отказ от бумажных носителей в пользу цифровых. Говоря простыми словами, через 2-3 года все здания, объекты коммунальной и государственной собственности, а также реки и озера будут размещены на одной карте. Таким образом, чиновники смогут проводить совещание так, будто они находятся за одним столом. С той лишь разницей, что весь процесс будет проходить в режиме онлайн. Электронная карта. Современная компьютерная технология, которая поможет сделать жизнь каждого казахстанца удобной и мобильной. С ее запуском к минимуму будет сведено участие человека в получении и сборе нужных справок, разрешительных документов, оплате госпошлин и налогов. Вся информация, полученная с помощью электронной карты, будет полезной для всех, кто умеет ценить время. Мы планируем автоматизировать данные виды услуг, перевести их в электронный вид, для того, чтобы уйти от бумажных документов и перейти на электронные, на автоматизированные. Раньше было немыслимым, то есть, когда мы отменяли РНН, СИКи, помните эти бумажки, да, были адресные справки, где нужно было получить печать, ее нужно было 15 дней ждать. Были такие вот документы, как домовая книга. Все эти документы ушли в прошлое. Точно так же мы должны процедуры сократить в сфере земельных отношений, ну и так далее. Внедрение геоинформационной системы, это тоже не один день. По оценкам специалистов, экспертов, это нужно полностью, чтобы внедрить ее, где-то около двух-трех лет нужно. То есть, нужно, но на этот шаг нужно пойти. Тогда у нас будут и разрешительные процедуры, будут лучше, будут прозрачнее отношения с собственниками земли, приобретение земли, участков и так далее. Это будет происходить в разы быстрее. Мы сейчас пока работаем по бумажке. Бумажку взяли, пошли, там согласовали. Пока это просто согласовали, сосед уже что-то больше сделал. По подсчетам народного избранника, внедрение электронной карты даст и чисто экономическую прибыль. Ежегодно государственная казна будет экономить 3 миллиарда тенге, которые раньше бюджет тратил на аэросъемку и создание электронных топографических карт и планов городов. Еще одним бесспорным преимуществом станет улучшение позиций Казахстана в рейтинге «Дуинг бизнес». Мы сильно продвинулись вперед по оказанию госуслуг по многим направлениям. Через электронное правительство, но по некоторым государственным услугам мы до сих пор не можем улучшить показатели. Это вот, например, тот же разрешительный процедур при строительстве. Пришли к выводу, что нам нужно развивать национальную геоинформационную систему. Единая электронная карта Казахстана разрабатывается в рамках государственной программы «Информационный Казахстан». Она рассчитана до 2020 года. Активно пользоваться новым ресурсом, говорят специалисты, мы сможем через несколько лет.